Знаете что, давайте прекратим этот разговор. Давайте. Я бы даже пригласила вас танцевать, но уверена, что вы не умеете. Ну, почему же умею? Ну, правда, немножко хуже, чем медведь, но зато значительно лучше, чем зло. Так, может, попробуем. Не стоит, не стоит, не то вы останетесь без ног. Значит, и у вас есть проблемы, хоть вы и большой теоретик вопроса пола. А как обстоит дело на практике? На практике почти все мое время занято работой, а остальное меня мало интересует. А дети, а любимая жена, которая нравится вам во всех отношениях? Нет, ну, детей-то у меня нет. Может, и жены нет? Ну, если быть честным, то и жены теперь нет. Теперь это пока мы здесь в гостинице? Вообще нет, и уже давно. Ну, конечно, есть любимая подруга. И подруги тоже нет. Боже мой, да как же так? Психолог назвал бы это тяжелым случаем. Ну, не все так плохо, как вам кажется. Все гораздо хуже. Да что ж такое с вами произошло? Ничего особенного. Весьма тревиальная история. Так расскажите ее. Давайте лучше выпьем, а? Давайте. А теперь рассказывайте. Да, собственно, рассказывать-то нечего. В свое время я женился. Ну, был я тогда молод и глуп. Даже скорее, глуп, чем молод. Ну, и что потом? Знаете, однажды утром я проснулся и понял, что мне с ней не о чем говорить. Все наши общие интересы упираются в постель. Да и там они с каждым днем становятся более прохладными. И вот вместо того, чтобы исправить эту ошибку, мы начали мучить друг друга. Да, действительно, тревиальная история. Но почему так случилось? Как вам сказать? Видите ли, мужчину глубоко угнетает брак. Невозможно, то есть, обязательство быть все время рядом. Невозможность уйти в себя. Ощущение того, что ты связан. Ну, женщины любят держать нас на коротком поводке, и не понимая того, что чем короче этот поводок, тем сильнее хочется вырваться. Но вы же все-таки вырвались. Да, мы достались. И это все? Нет. Я стал старше, но еще глупей. И женился во второй раз. Ну, теперь-то уж, наверное, вы выбрали ту, которая вам подходит. Ну, вообще-то, после первого неудачного брака я сторонился женщин. Ну, она меня каким-то хитрым образом высмотрела. Вот, кстати, вам пример того, кто кого убирает. Но почему-то вы же на ней женились. Ну, а почему вообще женимся? Скажите, от великой любви? От желания всю жизнь прожить вместе и умереть в один день? Да нет. По глупости, по стечению обстоятельств, от тонкой талии, красивой кофточки. Ну, и чем это кончилось? Через два года она изменила мне с каким-то ничтожеством, и я ее выгнал. Хотя, если честно, то уйти пришлось мне, потому что большая часть имущества досталась ей. Вы очень ее любили? Да нет, не очень. Скорее, даже очень не. Но все равно для меня это был тяжелый удар. Ну, почему, если не так уж любили? Ну, поймите сами, прийти домой и застать свою жену в постели с другим мужчиной. Ну, надеюсь, вы меня понимаете. Я вас понимаю гораздо лучше.